Потому что всё это означает, что я перечислил, у вас не хватает просто сил природы. Понимаете, вы по отношению к себе это понимаете не так. Вы начинаете накручивать, у меня такой характер, у меня вот, меня такие-то люди недопонимают. Понимаете, давайте ко всему проще относиться. Вот смотрите, маленький ребёнок, допустим, пищит, кричит, маленький ребёнок. Вы же не думайте, у него плохой характер, там, он, наверное, его сглазили, там, испортили. Вы просто понимаете, что ему нужно покушать, он голодный. Или поспать. Если вы сисью даёте, он не хочет, значит, поспать, пытается уложить. И спать не хочет. Значит, надо ему погулять. Всё, три варианта всего. Пошли на улицу, он раз, его расслабил. Всё, значит, ему надо было погулять. Вы так относитесь к ребёнку, правда? Но мы ничем в этом вопросе не отличаемся. То есть, кушаем и спим мы достаточно в основном. Бывают люди, которые спят мало, становятся раздражительными, несчастными. Но выспитесь, вам кто мешает? Выспитесь, спите сколько надо. Открывайте достаточно окна, чтобы свежего воздуха хватало на ночь. Накрывайтесь больше, пускай будет больше воздуха и теплее накрывайте, чтобы лучше спать. Нужно выспаться, да? Хорошо. Выспались. Я думаю, что вы все, как бы, голодных нет, да? Вот как в том анекдоте. Новый русский встречает такой толстый, такой своего друга давнего. Он такой худой. Или этот друг жалуется, он говорит, что-то я не доедаю. А новый русский ему говорит, ну, надо себя заставлять. Понимаете? То есть у них разная ситуация жизни, как бы они друг друга не поняли. Понимаете, я думаю, что у вас в этом нормально все. Ну, то есть нет такой ситуации жизни, что вы прям вот еды нет. Вот. Ну, такого нет, правда? Ну, то есть пищи хватает, сна хватает. Остается только свежий воздух, все. Больше ничего не остается. Это значит, что вам не хватает природы. Смело идите куда-нибудь. Здесь много школ, да, с такими спортзалами, этими стадионами. Идите там занимайтесь, побегайте, походите, подтягивайтесь, поджимайтесь. Каждый день хотя бы полчаса этим занимайтесь, и вы увидите, что вам легче станет жить. Если есть возможность где-то купаться. Вот я сегодня, у меня не было времени просто физически заниматься. Я налил в ванну воды холодной, лег, полежал в холодной воде 10 минут, и все как огурчик. Сразу легче стало, нормально, все. Пришел в себя. В холодной, да. Вот. И все. Понимаете, то есть человеку не хватает просто здорового образа жизни. Основная проблема в этом. Теперь, если у вас нет семьи, там нет работы, то другая проблема встает в силу. Это значит, что у вас неправильный образ жизни в отношениях с людьми. Я включал вам вот эти песни, как бы, мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет, чистая слеза с неба упадет. Ну, то есть, дерево любви вырастает срок, там и так далее. Ну, то есть, это что означает? Означает правильное отношение к людям. Делать человека социально сильным. Вы не знаете, как это работает. Вы не скажете, Олег Геннадьевич, как связано, что я приглашаю друзей, и я выхожу замуж. Как это связано одно с другим? Я объяснял вам, что связано таким образом, что точно так же, как человек, когда гирю поднимает, это как с ведром воды никак не связано. Он гирю поднимает, но потом он легко проносит ведро воды. Потому что у него на это есть сила. Вот точно так же женщина, когда она радостно, счастлива со всеми общается, со всеми дружит, она копит силу, которая заставляет мужчину подумать, что ее надо взять замуж. Понимаете, если она красится, красиво выглядит, то это заставляет мужчину подумать, что надо сексом позаниматься с этой женщиной. А если она заботится обо всех, хорошо, по-доброму относится, то тогда это заставляет мужчину подумать, что надо взять ее замуж. Потому что это другой вид красоты, который исходит из сердца женщины, просто заставляет мужчину, дурак, смотри, такая корова нужна самому. Бери нас, бери себе, все. Это твоя, может быть, девушка, она такая заботливая, всех любит, ласковая. Бери замуж, не мелочись. Сила женская заставляет, так подумай. Женская сила заставляет. Но если женщина думает, что-то я, Олег Геннадь, все равно не могу выйти замуж, значит, вы капризничаете просто. Не хотите ничего делать, не хотите побеждать судьбу. Если у вас препятствие какое-то в жизни непреодолимое, допустим, уже есть человек вроде бы, а ничего не получается, в жизни ничего не получается. Вроде нашла себе, кого хотела, а ничего не получается. Это значит, что нужна молитва. Надо включать тех, кто молится, и молиться, молиться вместе с ними. И дальше что происходит? Вы наполняетесь определенным видом силы, который растворяет все препятствия в жизни. Этот вид силы называется сила Бога. Она реально может существовать в нашей жизни. Я так часто делаю, и мои друзья тоже. Но вы часто просто не понимаете. Вот все, что я вам сейчас рассказываю, просто не понимаете этих вещей. Вы думаете, да нет времени у меня, Олег Геннадьевич. Ну хорошо, телевизор есть, время посмотреть. Но это же святое. Поболтать с подружкой по телефону есть время? Ну, Олег Геннадьевич, ну все так живут, чужие вы прямо. Вот понимаете, если вы полюбили кого-то, вы найдете время сходить на свидание по-любому. Хоть есть у вас время, хоть нет времени. Это значит, что вы просто не понимаете важность того, о чем я сейчас с вами говорю. Если бы вы это понимали, вы бы начали это делать, и вам стало легче жить.